Мои строки по струнам души донесу я до каждого тихо, и сольются они в виражи необычного сладкого дыма. В каждой нотке слова о любви станут смыслом для тех, кого любят. Этот запах прогонит тоску, и все люди о ней позабудут. Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Не случайно сегодня нашу программу я начала стихами из Венигородского поэта Сергея Новикова. В руках я держу его первую книгу, это первый поэтический сборник. Называется он «Пока мой неизведан путь». И сегодня в нашей студии Сергей. Здравствуйте! Здравствуйте! Очень интересно сегодня с вами познакомиться поближе, конечно же, послушать ваши стихи в вашем исполнении. Первый сборник, когда вы начали писать? Стихи жили во мне с юношества, но записывать их начал недавно. Они приходят в виде образов и ложатся строчка за строчкой на лист бумаги. Так более сознательно начал писать стихотворение два года назад. Ну, я так понимаю, что вот когда вы начали писать стихи, примерно в то же самое время произошло знакомство и с литературным объединением Звенигория. Стихи я начал писать немного ранее. Познакомился с литературным объединением Звенигория благодаря своей соседке. И я как-то приехал к себе домой, в деревню Ягунино, ну, как дача, можно сказать. Ну, вы родились в Звенигороде. Это ваша земля, это... Да, да. Это наш дом. Это достояние, так сказать. Это наше достояние. Да. Неподалеку от Савино-Строжевского монастыря, в деревне Ягунино. Мне достался там дом от бабушки. Я периодически туда приезжаю. И в какой-то момент, я когда приехал туда, в очередной раз ко мне подошла соседка, живет напротив, как потом выяснилось, что она член литературного объединения Звенигория, Карио Татьяна Николаевна, с первым альманахом Звенигория. Подошла ко мне и прочитала стихотворение, сказала, вот я пишу стихотворение, посещаю... То есть, поделилась радостной новостью. Я ей сказал, вот это я тоже пишу стихотворение и прочитал ей. Ей очень понравилось, и она пригласила меня прийти к ним в Литозу и Негория. А какое стихотворение вы ей прочитали? Стихотворение, наверное, одно из первых. Вот такие вот самые ранние стихотворения. Оно, можно сказать, как биографическое. Немного. Прочту вам. Как быстро время пролетело, куда ушли мои года. Совсем недавно, помню, с мамой ходил за ручку в садике. Мне было весело с друзьями в песке куличики лепить, играть в машинки, строить замки. Такое сложно позабыть. Так время медленно натянулось, что мне казалось, никогда не стану я большим, как папа, а буду маленьким всегда. Казалось вечностью неделя, а целый месяц словно год. За школьной партой не дождешься, когда закончится урок. Лишь перемена пролетала. За пять минут и вот он я, в чужой тетрадке неустанно, сверял свои задания. И с каждым годом потихоньку, не стал времени хватать, учеба, дом, а вечерами с друзьями мячик погонять. Любил тайком одну девчонку, стесняясь ей это сказать. Так пролетело мое детство, оставив в памяти печать. Что она сказала на эти стихи? Замечательные строки. Приходи к нам. Приходи к нам, да. У нас очень добродушный руководитель Басняцкий Георгий Петрович. И в один из вечеров на заседание я пришел со своими стихотворениями, с черновиками. Прочитал членам Литого Звенигория. И они меня приняли с удовольствием, с радостью. Так я познакомился с Басняцким Георгием Петровичем, с его замечательной супругой Семеновой Людмилой Александровной. Они стали для меня как родные, как дедушка с бабушкой, можно сказать. Что сказал Георгий Петрович, когда услышал твои стихи, когда посмотрел черновики? Он сразу сказал, Сергей, нужно продолжать работать в этом направлении. Все у тебя получится. Нужно думать о книге. Он сказал, что потенциал есть. Нужно не думать о книге, а работать в первую очередь. Работать над грамматическими ошибками в первую очередь. Потому что все-таки в школе твердая троечка была. Хотя уже в училище, когда я учился, я ушел со школы после девятого класса. В училище, в Зунигороде, кстати, я получил профессию от автомеханики. И доучился там 10-11 класс. Получил полное среднее специальное образование. У нас русский язык и литературу вела Котлицкая. Татьяна по отчеству уже забыла, не помню. Она вела сам директор училища. И я у нее получил за сочинение 5-5. Она прям при всех. Ну, то есть, в общем, задатки были, но как-то не раскрывался. То есть, нужно было, видимо, чтобы прошло какое-то время. Возможно, да. Сергей, сейчас ты занимаешься перевозками. Ну, совершенно не поэтическая работа. Такая очень техничная, очень точная. Все время за рулем, все время дорога. Но, с другой стороны, общение с людьми, новые встречи, новые знакомства. Это тоже как-то тебя пополняет идеями, образами, темами для твоих будущих поэтических творений? Конечно. Новые пейзажи, потому что бываю в разных городах в связи с поэстками. Общаюсь очень с интересными людьми. Разговариваем с ними на разные темы. Ты читаешь им стихи? Некоторым даже читаю свои стихотворения. Ну, как это? Ты ведешь машину, сосредоточенный. В какой момент понимаешь, что этому человеку прям хочется прочесть свои стихи? Хочется, может быть, подбодрить его? Или просто поделиться? Мне кажется, я просто чувствую, что человек расположен ко мне, я к нему, и поэтому читаю стихотворения. Что для тебя поэзия? Поэзия для меня? Затрудняюсь ответить, что для меня поэзия. Но мне кажется, у тебя есть даже на это строки. Поэт – тончайшая натура. Всегда найдет изюминку в словах, Добавит красок и гламура, Как будто кистью сделав взмах. Строку ему диктует чувство, Которым он живет, гордясь. И для него поэзия – искусство. Обожесляет рифму, не скупясь. Раскроет душу в лирике забвенно. Напомнит про любовь и страсть. Расскажет тайны всей вселенной. А над вселенной только Божья власть. Сергей, кто твой главный критик? Мой главный критик? У меня есть своя аудитория. У кого есть право, так скажем, Первым услышать строки твои? И чьей рецензии ты, в общем-то, доверяешь? Рекомендации? Конечно, это мой руководитель, Баснецкий Георгий Петрович, В первую очередь. Также его супруга, Семенова Людмила Александровна. И у меня есть своя аудитория в Ватсапе, уже вот крестная моя, любит очень поэзию. Кстати, ее дочь помогала мне с оформлением обложки. У нас так получилось трио. Вот я прямо покажу. Совместная синергия. Очень интересная получилась книга. Трофимова Карина, ее зовут. Создала эскиз. Создала она дюжину эскизов, очень старалась, да. Но выбрали, мы остановились вот на этом. Почему черно-белое? Почему такое название? Пока мы неизведан путь. Черно-белая обложка, потому что я вот захотел видеть именно в таком вот цвете, потому что черная и белая полоса в жизни. Я хочу сказать, что белого поля больше. Конечно. Поэтому ты позитивный поэт. Мы с ним стремимся, да. Никаких трагедий, только небольшие шероховатости на пути. Ну, путь всегда на пути встречаются, да. Пороги какие-то, которые мы будем преодолевать со временем. Но все-таки книга – это уже такой, ну, серьезный шаг вперед. Что ты почувствовал, когда взял ее в руки после того, как она вышла уже в печать? Когда тебе ее передали? Мне кажется, что я не поверил просто своим глазам вначале. И тут твое, между прочим, имя и фамилия. Да. Сергей Новиков. Ну, пришлось это принять как должное все-таки. Порадоваться, конечно. Давай мы что-нибудь прочитаем. Какое твое самое любимое стихотворение? Мне кажется, они все, в принципе, любимые стихотворения. Нету плохих стихотворений. В принципе, ни у какого поэта, мне кажется. Ни один поэт не сказал, что у него плохое стихотворение. Они для него все родные. Нет, ну такой вот, прям вот. Более такие вот запоминаешься. Вот мне нравится «Рассвет» стихотворение очень. Прочти. «Рассвет. Просыпается медленно солнце, Пуская как стрелы лучи в полумрак. Пронзила насквозь ночи темное сердце И скрылась на миг за огромный барак. Проснулись от яркого света березы, Печально склонив свои ветви к земле. А я погружен в свои вечные грезы, Как всадник скачу на волшебном коне. Я вижу, как тьма отступает пред светом, Как день наполняется радостью встреч. Как мысли рождаются в строке поэта. Как важно ему это чувство сберечь. И именно чувство рисует картины, А он созерцает прекрасный эскиз. На матрице жизни плетет паутины, Чтоб мир черно-белый совсем не закис. И каждое утро похоже на сказку, Где лучики света, роса на траве, Где солнце с восхода живет до заката. Где всадник промчал на волшебном коне. Я думаю, что наши телезрители тоже аплодируют. Замечательные строки, замечательные стихотворения. Хотелось бы, чтобы ты рассказал немножко про Звенигорье, какое влияние они оказали на тебя, и вообще какая жизнь у вас творческая бурлит в Звенигороде. Звенигорье – литературно-патриотическое объединение. Хотелось бы там видеть новых, так сказать, лиц поэтических, чтобы расширяться как-то. Особенно побольше молодежи, как сказал Георгий Петрович. Мне кажется, я там единственный экземпляр пока хотелось бы видеть. Но мне кажется, все-таки для молодежи вот такие объединения, ну, некий страх. Вот поделись, может быть, секретом, как его преодолеть. Пишут ведь многие, ну, действительно. Причем очень много детей, пишущих подростков, ну, как раз вот самое время, да, там, старшеклассников и так далее, молодых людей. Но они как-то пишут, тетрадки там куда-то прячут в стол. И, как правило, все эти стихи остаются неизданными, непрочитанными, но, может быть, в узком семейном кругу. Это максимум. Вот как все-таки побороть в себе страх прийти, прочитать и быть услышанным? Как у тебя это было? Как сказал один знаменитый человек, это просто его величество случай. Вот так вот произошло, и вот я здесь. Ну, я переборол, да, первый раз, надо перебороть. Долго с духом собирался, честно? С духом, да, конечно. Потому что я никогда не выступал перед людьми вообще, вообще, как бы. Ну, дома, это понятно, прочитать стихотворение, да, своим, там, маме, папе. А так тяжеловато было. Ну, переборол, а в следующий раз уже намного легче становится. Вот недавно была презентация литературно-патриотического монаха, я уже практически не нервничал на сцене, как ранее. Уверенно, так сказать, прочитал, все. Выступил. Что ты чувствуешь, когда читаешь стихи зрителям, когда видишь их глаза, когда, да даже не зрителям, просто любым вот людям, посторонним, даже с теми, с кем ты знакомишься в своих поездках? Я чувствую эмоции положительные, когда тебя человек слышит и понимает, о чем ты ему говоришь. Мне кажется, это самое главное, поэт должен быть услышан. Ну, главное, что все-таки ты нашел свой поэтический путь и идешь верной дорогой. Давай, читай. У меня крестная, любитель, так сказать, поэзии, я уже говорил. Ей постоянно, периодически сбрасываю свои стихотворения. Она, ну, когда ты уже, наконец, напишешь о любви, хочешь что-нибудь? И я написал стихотворение. Позаканно. Называется «Чувство любви». Каждый хочет любви, каждый хочет любить. Это чувство волшебное, с ним не стоит шутить. У него нет границ и, конечно, преград. В каждом сердце живет этот сильный заряд. Невозможно украсть, невозможно купить. Каждый, кто прикоснулся, уж не может забыть. Это чувство ранимо, не терпит измен. Берегите его, не ищите замен. И ничто не сравнимо с его красотой. Не увидишь глазами, приемлешь душой. Красиво. Я и не сомневался. Это самое главное, что ты не сомневаешься в себе. Ты идешь по выбранному пути и не сворачиваешь. Страха не должно быть, на самом деле. Как появляется страх, тогда все сразу. Вышел первый сборник стихов. Что дальше? О чем мечтаешь? Над чем работаешь сегодня? Есть ли уже какие-то мысли? Может быть, черновики? Что-то обсуждайте с Георгием Петровичем. Потому что я знаю, что зимой 2021 года, возможно, выйдет третий альманах. Участвуешь ли ты в этой работе? Да, несомненно, я буду участвовать. У меня уже есть четыре стихотворения, которые не вошли, к сожалению, в эту книгу. Как бы есть стимул для второй книги уже. То есть не успела в свет выйти первая книга, а ты уже хочешь продолжения, да? Продолжение. Это только начало. Это только начало, да. Это только начало. Сережа, спасибо тебе огромное за интервью, за твои стихи. Но я тебя попрошу все-таки в завершении прочесть еще, чтобы зарядить вот такой положительной энергией всех наших телезрителей, чтобы у них так же, как у тебя, сияли глаза, и все они знали, что все будет хорошо. Хотелось бы прочитать стихотворение, которое не вошло в эту книгу. Оно написано буквально на днях. Но войдет во второй сборник. Войдет оно во второй сборник, несомненно. Перевернув листок календаря, сентябрь засиял багрянцем. Недаром добрая заря его считает мудрым старцем. Он нам несет от раду дней, осенний свежести глоток, душистый аромат полей и золотистый колосок. Букет чарующих цветов, завернутый в кленовый лист. День знаний для учеников, для соловьев прощальный свист. Гряду вечерних летних дней, клин журавлей летящих вдаль. Под танец белых лебедей опустит серые вуали. Мерцают воды серебром, и в отражении зеркал. Блестящий месяц, как щелчком, опустит золото в бокал. А серый дым на небесах закрасит матрицу земли. И капли грусти на глазах пусть вдаль уносят журавли. Замечательные строки. Предлагаю этим завершить наше сегодняшнее интервью. И еще раз хочу сказать, что это только начало. Поэтому с удовольствием ждем выхода в свет твоей второй книги. Приезжай в студию, читай свои стихи. И я думаю, что твоим примером заразятся многие наши телезрители в хорошем смысле слова. И вступят в ряды литературного объединения Звенегория. Пополнят плеяду поэтов, пополнят плеяду талантливых людей Одинцовской земли. Спасибо тебе огромное. Творческого тебе вдохновения. И вам спасибо. Всего хорошего. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Продолжение следует...